И снова вторник, и снова они рулят на Медиаметрикс. Здравствуйте, сегодня с Анной Титовой мы будем говорить о том, как на хрупких женских плечах выносить издательский бизнес. Анна, здравствуйте, поговорим? Здравствуйте, поговорим. Расскажите, сколько лет вы управляете издательством Питер? Ну, прямо управляю последние, четвертый год, вот скоро будет 4 года. А сколько вообще внутри процесса? 15 лет. 15 лет? 15 лет. Эта работа в чем заключается? В работе с писателями, с производственным процессом? Вот расскажите основную суть. Ну, в настоящее время, конечно, я контролирую все процессы в издательстве, да, то есть начиная от работы с авторами, от работы с продвижением, с нашим, со сбытом, то есть с клиентами, с ключевыми, я всех их знаю, и заканчивая финансами. Мне вот очень интересна работа с писателями, это творческие люди, которые постоянно креативят, и порой этот фонтан невозможно удержать. Как удается направлять их в то русло, которое потом еще можно монетизировать и превратить в какой-то бизнес-продукт? Ну, в общем, так как мы все в итоге, да, весь этот креатив направлен на то, чтобы, ну, сделать книгу, да, причем книга, все заинтересованы в этом, как правило, да, то есть это, ну, мы берем нормальную ситуацию, когда все, так сказать, адекватные нормальные люди, да, все хотят, чтобы книга была на полке, причем мало того, чтобы она на полке лежала, она еще должна продаваться. Поэтому вообще, в принципе, любое писательский, так сказать, креатив, особенно не только в написании книги приветствуется, да, он еще и приветствуется потом в продвижении и в обсуждении каких-то и так далее. И вот тут, конечно, очень-очень важно, чтобы автор был активный, классный, публичный и, в общем, все, что с этим связано. Он вам приносит уже готовый продукт или вы имеете право его подредактировать? Вот как вот здесь? Ну, на самом деле, иногда бывает так, что мы сами приходим к какому-то человеку, который нам кажется, что, ну, даже если этот человек никогда в жизни не писал книги, да, но нам кажется, что, ну, вот он может что-то такое интересное сказать, надо обязательно уточнить, что мы делаем книги non-fiction, то есть мы не издаем художественные книги, да, то есть в основном это какая-то книга, книги, которые приносят пользу, во всяком случае, мы так считаем. Поэтому иногда бывает, что мы понимаем, что человек обладает каким-то невероятно огромным количеством контента интересного, да, который можно потом упаковать в итоге в книгу. Иногда бывает так, иногда автор сам приходит, говорит, что, ну, вот у меня есть такая гениальная идея, вот давайте сделаем из неё книгу. Ну, да, в итоге от автора нужна рукопись, рукописи не горят, как известно, вот, рукопись, которая, да, попадает в цепкие лапки наших редакторов, значит, ну, вообще, что такое литературный редактор? Это звучит, литературный редактор, да, то есть, по сути, литературный редактор не имеет права залезать в смысл текста. Да. То есть это вот, потому что всегда, когда авторы, иногда особенно неопытные авторы, они приходят, говорят, вы сейчас меня, значит, переработаете. Я имел в виду совсем не это. Да, то есть, нет, на самом деле это неэтично и неправильно, да, то есть литературный редактор смотрит текст именно на какие-то вот смысловые, нет, не смысловые, а вот речевые какие-то неправильные обороты, в общем, он чистит текст с точки зрения русского языка и литературы. Так, значит, здесь разобрались, а вот продвижение потом книги, это, так скажем, ваша задача или какая-то тоже совместная работа с автором? Ну, конечно, всегда эффективнее, чтобы это была коллаборация автора и издателя. Понятно, что у нас есть определенные моменты, которые мы берем на себя, ну, например, распространение книги по магазинам, понятно, что это мы делаем, это даже не обсуждается. Вот, понятно, что мы будем делать определенные, ну, там, по своей базе блогеров, там, по своей базе подписчиков какие-то рассылки и так далее, но всегда очень здорово, особенно если у автора есть уже аудитория определенная, да, то вот синтез делать нашей аудитории лояльной к издательству Питер и аудитории лояльной конкретно вот к автору. То есть, вот, например, если брать такой вот самый успешный, ну, вот на последний, вот за последний год пример такой коллаборации, то это, конечно, Дмитрий Юрьевич Пучков, да, то есть его миллионная аудитория, плюс ваша миллионная аудитория, плюс наша миллионная аудитория, они дают прям очень хорошую синергию. Аня, а вот вы говорите, прикладная информация должна быть в книгах. Если у автора факты какие-то несколько, так скажем, ну, несоответствующие истине, кто несет ответственность? Вы или он? Ну, вообще, конечно, в авторском договоре, по авторскому, по лицензионному договору, все равно, конечно, ответственность несет автор, при том, что есть, например, такая небольшая лазейка, сейчас открываю профессиональные секреты, иногда вы, наверное, видели, что в книге написано, что книга дана в авторской редакции, и издательство не несет ответственности за написанное. Хотя, конечно, зачастую, иногда, когда, вот, особенно у нас ведущий редактор начинает читать текст, они приходят вот с такими вот вздыбленными волосами и говорят, слушай, а вы уверены, что вы хотите это издавать? Точно вы знаете это? И, ну, тут опять же, если есть какие-то смысловые ошибки или что-то еще, естественно, редактор это подпишет, ну, подчеркнет, и дальше это уже обсуждение с автором идет. А автор платит? Иногда автору платим мы, иногда вы. То есть это зависит от популярности автора? Конечно, то есть есть авторы, которым можно к нему ползти на коленях и умолять его. Ну, пожалуйста. Переходя к женской роли, скажите, пожалуйста, насколько вам комфортно ощущать себя в этом бизнесе, и есть ли какой-то диссонанс, что иногда вот, ну, была бы вот мужиком, все было бы. Мне кажется, что, ну, может быть, это мои какие-то такие вот личные моменты, но мне кажется, что вот быть женщиной-издателем, это прям очень комфортно. Романтично. Это прям да, потому что когда ты приходишь в какую-то новую компанию, спрашивают, Анна, а вы где работаете? Я говорю, я, я издатель. И это сразу такой вот очень, ну, живой интерес, потому что говорят, а что вы издаете? Журналы? Я говорю, нет. Книги? Газеты? Я говорю, нет, нет. А что, книги? Книги. Это совсем другое дело. Это совсем другое дело. Наверное, ну, вот если говорить по какой-нибудь строительный бизнес или что-то такое, то, наверное, есть там какие-то такие моменты, где, наверное, думаешь, что вот хорошо бы быть мужчиной. Ну, вы ведь управляете большим коллективом. Расскажите, сколько человек в коллективе? То 20 человек. Сколько из них женщин? Я думаю, 80%. Я так не считала, но у нас есть такое негласное совершенно. Никто об этом вот так вот в лицо, наверное, не будет говорить. Но если на одну и ту же должность придет, хотя, конечно, тоже зависит от должности мужчина и женщина, то мы скорее возьмем женщину, я честно скажу. А вот какие должности вы отдаете только женщинам? А где допустимо? Нет, нет, нет. У нас нет такого, что вот только женщина или только мужчина. Мы все-таки вот за там какую-то справедливость и все-таки в первую очередь вот от компетенции, чем пол, да. Но мне вот тоже так кажется, что все-таки в нашей деятельности очень много так называемой мелкомоторики, да, рутины. Ну, в версии детства, ну, корректор. Корректор. Вот я сижу, думаю, вот корректор. Как много мужчин корректор. Ну, вообще корректор – это исчезающая профессия. Чем ее заменили? На самом деле пока ничем, потому что подчеркивание в ВОРДе, ну, это, конечно, хорошо, но корректор это не заменит. Это исчезающая профессия, потому что это низкооплачиваемая профессия получается, и при этом должен быть очень квалифицированный специалист. И вот есть тут определенные несоответствия. Наверняка специалисты такого плана совмещают несколько мест работы. Конечно, это фрилансеры в основном. И это у вас в основном женщины. Чем еще занимаются женщины? Редакторы, литературные редакторы. Хотя тут есть переводчики, кстати сказать, очень много мужчин-переводчиков. Это тоже, это все вот наши внештатники, так называемые, да, по-нышнему, то, что мы аутсорсим. Если говорить про вот таких штатных сотрудников, да, то, в принципе, сбыт у нас почти все женщины продажами занимаются. Ну, начнем, хотя тут вот есть такой момент, что так как все-таки товароведы в книжных магазинах и продавцы в книжных магазинах, кто? В основном, женщины. Да, по идее продажники должны быть мужчины. Да, по идее должны быть мужчины, и на самом деле это работает, потому что особенно когда такие какие-то молодые, симпатичные, хотя они у нас не сильно задерживаются. Опять же таки, еще может быть это все связано с тем, что, как мы всегда говорим, что мы печатаем книги, а не деньги. И поэтому зарплаты, ну, скажем так, нет, средние по рынку, но каких-то там феерических у нас, особенно на таких линейных должностях, конечно, не очень большие зарплаты. Хотя вот в Москве у нас есть наш менеджер по продажам, Максим его зовут, но, конечно, я же вижу, когда приходят такие возрасти тетеньки и видят нашего Максима, а не готова. А как вот это совмещение в бизнесе мужского и женского, вот вы как считаете, если мы говорим о каких-то командах, тандемах, все-таки кто должен быть главным, либо это партнерство сто процентов? Ну вот я всегда привожу в пример собственников нашего издательства, то есть я все-таки наемный управляющий, вот они уже 28 лет издательству, вот 28 лет они партнерствуют, один мужчина, другая женщина. И вот на мой взгляд это прекрасный пример вообще того, как это может существовать, да, то есть вот этот тандем двоих людей, разнополых, да, и вот насколько это хороший получается баланс. В них прямо разделение функций? Да, изначально было разделение функций, да, то есть вот наша собственница, она занималась в основном продажами и продвижением, а наш собственник занимался, собственно говоря, редакторским, издательским, вот издательским вот именно, и IT, вот это к нему относилось. Ань, если говорить про новое поколение читателей, как вы оцениваете, сейчас книг читают значительно меньше, и мы понимаем этому причину, да, но в принципе, что я хочу сказать? Да, действительно, вот если брать совокупность всех людей, да, то, конечно, количество, ну процент читающих людей, он меньше. Но что мне очень нравится в нынешней молодёжи, при всей их вот этой, ну то есть условно говоря, люди уже родились с гаджетом в руке, да, со смартфоном, с айпадом, со чем-то таким. При этом вот тем детям, которым сейчас, вот они подростки, вот от 12, где-то до 18 лет, были даже, мы сами делали кое-какие исследования, ну там по школам знакомых, господи, у сотрудников есть, опросили, да. А дети сейчас предпочитают бумажную книгу. Я знаю это по своей дочери. Я знаю это по своей дочери, да, то есть я ей предлагаю, причём я читаю всё в электронном виде. То есть мы на них, да, решим, а сами делаем. Да, 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 но на самом деле есть исследование, не помню уже, где я это прочитала, но где-то я это читала, причём такой какой-то источник был такой достаточно надёжный, что есть определённый процент, когда вот ты получаешь информацию с электронных носителей, и какой-то есть предел этих вот этому количеству, и хочется уже с другого носителя получать информацию. И есть ещё одно исследование, в котором совершенно чётко, это, чем мы лет 10 назад делали, информация с бумажного носителя усваивается на 30% лучше, чем с электронного. Конечно, включаются совсем другие у нас. Другие участки мозга. Это совершенно подтверждено на томографах посредством МРТ, в общем, нейробиологи, вот, в общем, они подтвердили это. Причём, помните, у нас был одно время наш премьер-министр хотел провести полную, вот, ну, как бы учебники полностью заменить на электронные. Вот как раз тогда из то исследование вот вышло, делали наши, и американские учёные, и наши учёные делали, у них совпали совершенно там практически, ну, идентичные получились результаты, и тогда вот эта программа была, не помню, лет 10, наверное, назад это было, да. А тогда такой вопрос, насколько больше возможности дать какие-то непроверенные факты в бумаге, нежели в интернете? Ну, конечно, в интернете можно дать всё, что угодно. Уже теперь эти фейк-ньюс, да, так сказать, ну, уже… Это уже рубрика. Это уже рубрика, да, фейк-ньюс. Мы даже книжку по этому поводу издали, то есть, как фильтровать. Но при этом в интернете проще исправить. Да, вот это тоже правда, потому что, ну, так, к сожалению, хотя и редактура, и корректура вот книги проходят, да, и бывает, иногда открываешь книгу… А там опечатка. А там, ну, да, очепятки так называемые. И? И вот, и вот это с этим, то есть, мы можем, когда мы находим, мы всегда очень благодарны нашим читателям, когда они, потому что периодически приходят письма, что, ну, ё-моё, опять вот, значит, и прям мы просим всегда, ну, как бы, одно дело, вы написали письмо, что у вас там куча ошибок, и вообще, как так можно делать, мы и за это письмо благодарны, потому что это повод открыть и, как бы, ещё раз проверить. Ну, когда присылают прям скриншоты, вот, это на самом деле намного удобней, потому что мы тут же вносим правки в… Ну, во-первых, в электронную книгу мы её сразу вносим, потому что мы же продаём электронные книги, да. Нет, электронные книги мы тоже продаём. А потом при доп-тираже, да, это учитывается. А вот был какой-то опыт, когда приходилось полностью изымать тираж из прода? Прямо по-больному сейчас, вот буквально, мы так гордились этой книгой, называется «Я интроверт», «Тихоня начинает» и выигрывают. Все смотрели обложку, причём обложка такая симпатичная получилась, и книжка вся такая приятная, и прям вот всё в ней было отлично и прекрасно. А что, прям на обложке? Да, причём никто, вот все смотрели, здесь человек смотрел. Ну, замыленный глаз, это нормально. Там был такой, ну, фэнси, то, что называется шрифт, и было написано «Тихоня начинают» и выигрывают. Вот я даже не могу это сказать, короче, было пропущено буква «А», выигрывают «Ют». Которого никто даже не заметил. Даже не заметил, заметил, как обычно, значит, причём мы вот сделали тираж 3000, у нас сейчас на складе, реально вот меньше месяца прошло, осталось полторы. Вот полторы тысячи, да, вот мы, причём нам уже их не собрать. А технически нельзя только обложку перепечатать? Нет. Нельзя, да? Нет, ну это… Это больше возни, чем сделать… Да, ну типография не захочет этим заниматься. У вас не своя типография? А не было желания свою типографию за сколько лет? Мы за 30 лет считали, наверное, раза три. Нет. Нет, не выигрывает. Нет, это даже не то, что это очень большие, во-первых, капитальные вложения. И чем-то её ещё придётся загружать. Конечно, конечно, то есть у нас нашего оборота не хватит, чтобы загрузить даже какую-то небольшую типографию. Есть, в принципе, примеры, вот, например, есть такое издательство Рипол, они, да, они поставили свою линию, мы у них печатаем радостно. Как много у вас партнёров, в принципе, и в каких они сферах в основном? Ой, мы тут как раз, вот сейчас конец года, да, вы делали годовые отчёты, значит, если говорить про наших партнёров продажных, да, то есть это библиотеки, это книжные магазины, это интернет-магазины, их больше тысячи, наших партнёров. Если говорить про партнёров типографии, то, ну, как минимум с двадцатью точно мы типографиями работаем, это в первом приближении. Это всё Питер? Нет, 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 по всей стране. По всей стране. По всей стране. То есть, если говорить про книжные магазины, это от Калининграда до Камчатки, вот, вообще, совершенно сейчас не преувеличиваю, плюс ближнее зарубежье, ну, вот с Украиной сейчас, конечно, сложности. Да, 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 но, тем не менее, даже туда каким-то образом всё-таки попадают наши книги. Раньше у нас там два филиала было. В Беларуси, да, у нас там своё представительство открыто, в Казахстане представительства нет, но, тем не менее, с Казахстаном мы очень плотно работаем. То есть, у нас в ключевых клиентов казахские магазины тоже есть. Ну, то есть, это очень обширная география. Типографии тоже, но они все, конечно, в основном вокруг Москвы. Вот самая такая, наверное, дальняя типография, это Казань. Потому что туда неинтересно везти, откуда они. Ну, долго, долго и дорого получается, потому что где-то, например, может быть, есть вот уральские рабочие, я точно не знаю, типография. Ань, а скажите, вот все книги, они так или иначе про саморазвитие. Сейчас это такой тренд. Да, безусловно. И как вы считаете, вот что стоит за этим трендом? Почему вдруг люди так сильно озадачились тем, что нужно себя постоянно развивать? Ну, понимаете, как? Вот и опять же-таки, если мы вспомним пирамиду Маслоу, да, то есть вот эти уровни, да, и мне кажется, что все равно, ну, если сравнивать нашу жизнь, неважно в какой стране, да, ну, хотя, может быть, про Африку мы сейчас не говорим, это отдельная история. Ну, вот в Европе, скажем так, да, или в Евразии, вот, то если сравнивать жизнь в 19 веке и в 21, это, ну, существенная разница. Вот, и если, условно говоря, практически на протяжении всей своей жизни, ну, вот, своего существования люди боролись за свое выживание, да, то сейчас этот вопрос, ну, в общем-то, я говорю, не будем огульно говорить, но по большому счету он уже в большой степени решен, да, то есть, ну, есть прививки, есть, там, центральное отопление, электрификация, газификация и же с ними, да, вот, и поэтому, ну, собственно говоря, по той же самой пирамиде Маслоу, в общем, человек начал идти дальше. Это нормально, это здорово. Задумываться о ценности. Задумываться от того, в чем смысл жизни, откуда мы пришли, куда мы идем и так далее. Опять же таки, если, ну, смотреть, вот, если у людей, вот, у человека закрыт, вот этот базовый, да, уровень потребности, то, конечно, ему хочется развиваться дальше, это нормально, это в человеческой природе, мне так кажется. Вы со всеми своими читателями поддерживаете какую-то связь? Есть у вас вообще вот такая активность по постоянному подбадриванию, так скажем, своих читателей? Это то, к чему мы сейчас стремимся. То есть вот на сегодняшний момент я не могу сказать, что вот у нас прям вот есть, условно говоря, какие-то такие вот прям... Базы. Да, нет, базы-то у нас, может быть, и есть, но вот это вот так называемое СРМ мы еще до конца не внедрили, конечно, у нас в работе. Это вот, так сказать... Ну, а с другой стороны, а как вы их можете узнать? Вот сейчас мы находимся в буквоете, да, вот пока у нас тут эфир, кто-то пошел, купил 7 книг. Как вы их будете ловить за руку? Ну, это также вопрос о публикациях, например, да, то есть вот мы опубликовали, я не знаю, там вышла на каком-то очень модном портале, ну, там, публикация книги и... И кто ее прочитал? Да, да, то есть, ну, мы понимаем, да, что там, например, не знаю, там какая-то, ну, там, миллионная аудитория, да, и сколько вот из этого миллиона, но я считаю, что где-то один процент, вот если от совокупного. Вот прочитал книгу, это будет здорово, это хорошая конверсия. А знаете, кто больше у вас читателей, мужчины или женщины? Ну, это можно ведь по контенту книги понять, да? Вообще, в принципе, в принципе, есть такие, опять же, такие, ну, не знаю, это тоже сложно очень, но в принципе больше читателей женщин, в принципе. У нашего издательства, так как 20% нашего выпуска, это компьютерная, очень серьезная, такая профессиональная компьютерная литература, все-таки пока программистов мужчин больше. Хотя программистов женщин становится все больше и больше, но тем не менее, все равно, вот, наверное, 80% читателей нашей компьютерной литературы, это все-таки мужчины. А психологической? Тут, я думаю, ну, опять же-таки, тут сложно, но тут, конечно, скорее в обратную сторону маятник качнется, то есть тут все-таки вот в самокопании, в самопознании больше заинтересованы женщины, мне кажется, просто в силу своих каких-то. А пишет об этом кто больше? А по-разному. Нету, да, такого же? Нет, ну, во всяком случае, вот мой любимый автор, вот мы его издаем уже на протяжении, наверное, лет 15, книга совершенно гениальная, абсолютно читать надо всем. Называется она «Психология влияния», Роберт Чалдинин, мужчина. А из российских авторов кого больше? Ну, не наш автор, но Михаил Лобковский-то тоже мужчина. Да, только целевая аудитория у него в женщине. А целевая аудитория, причем исключительно женщины. Я даже, наверное, не знаю ни одного мужчину, который бы не в профессиональных целях, но вот не с профессиональным интересом, да, то есть если он издатель или там профессиональный читатель или профессиональный психолог, вот так вот, чтобы вот, ну, чтобы кто-то читал его книгу, мне кажется, таких нету. Ну вот, то есть все понимают, куда метить. У нас, в принципе, женщины более активны. Да. И вот сейчас, раз уж мы говорим о трендах, одним из трендов, естественно, является женское предпринимательство. Во-первых, открылось гораздо больше дорог для женщин. Женщины являются драйвером малого бизнеса. Скажите, вот мне интересно, прежде всего, ваше отношение к этому явлению. Я считаю, что это прекрасно, потому что вообще вся эта история, я тут со своей дочерью недавно имела этот разговор, я говорю, понимаешь, еще сто лет назад, у тебя бы не было паспорта, ты бы была приписана либо к папе, либо потом к мужу. И извини, и никакой, в общем, вот. А сейчас, значит, свобода любивая какая. Паспорт ей выдали. Не, ну на самом деле это здорово, потому что у меня моих приятельниц много, которые вот, собственно говоря, даже, ну вот, почему так всегда было, да, то есть женщины, ну по природе своей, мужчины не могут рожать детей, могут рожать только женщины, да, то есть вот, ну, видимо, вот опять же-таки, вся, так сказать, человеческая история, она была приведена к тому, что вот мужчина зарабатывает, как-то обеспечивает, все, женщина рожает, сидит дома, вот этим всем занимается. Сейчас, опять же-таки, с развитием нашей цивилизации, это вот эти роли строго гендерные, они размываются, границы между ними. Ну да, мужчин может в декрете, по крайней мере, сидеть, а женщин может работать, конечно. Это тоже хорошо, на самом деле это исключительно дело этих двоих людей, которые, значит, образовали ячейку общества, вот, вот, если так им удобно, комфортно и хорошо, вообще, какие могут быть вопросы, так сказать, проблемы. Ну а для общества, вы как считаете, это лучше, что сейчас такое большое количество женщин становится именно предпринимателем? Я считаю, что это хорошо. Почему? Потому что всегда с большей выборки, вот, ну, условно говоря, если мы берем 100 человек, да, у них будет, там, профессионально активных, профессионально, ну, умных, там, каких-то красивых, креативных и так далее, будет 5%. Я сейчас вообще вот условные цифры называю, да, а если их остановится тысяча, то 5% из тысячи это будет больше. И чем больше людей вовлечено, ну, в экономику, в жизнь вообще, в какую-то общественную и так далее, тем лучше. Но это одна сторона, вторая сторона, это совсем другой подход. Вот как вы считаете, чем женский подход к ведению бизнеса отличается от мужского, есть ли какие-то вот маркеры? Ну, наверное, все-таки женщины по природе своей не такие жесткие, да, то есть вот, хотя разные есть очень, есть такие прям танки, и среди женщин совершенно как бы это не… Ну, все равно я говорю про массу, да, то есть все-таки, мне кажется, женщины, они более эмоциональны, поэтому подвержены каким-то, ну, может быть, каким-то вот всплескам, да. С другой стороны, женщины менее рисковые. Они имеют возможность не ввязываться в каждый бой. Да, да, да. Это скорее преимущество. Да, 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 любимая вот эта вот история, что, и что, струсил, да, струсил, да, вот женщина… Женщина как бы испугалась. Да. Ой, и все, и конфликт исчерпан, да, то есть, мне кажется, это… И вообще, в принципе, вот так как любая женщина, по сути, своя мама, да, потенциальная, то вот не вступание в прямые конфликты, какой-то вот уход иногда от каких-то проблем вот в сторону, причем это не всегда плохо, иногда это намного лучше, чем прямой конфликт, прямой бой. Ну и плюс там, наверное, какой-то заботы может быть больше, да. Заботы больше, да, и сотрудникам, мне кажется, что начальники женщины, они как-то больше, вот, да, проявляют заботы действительно о своих подчиненных. Вот, и потом еще, что я хотела сказать, интуиция. Какие-то бывают, что вот мужчины все-таки хотят принимать решения, основываясь на цифрах, на фактах, на табличках и так далее. Это, на самом деле, очень хорошо, очень правильно, но иногда никакие факты и цифры не могут заменить какой-то вот внутренний вдруг вот щелчок, да, произошел. Вот, вы женщина, мы знаем. Ань, ну вот, я тоже так считаю, но многие ученые, особенно физики, говорят, что интуиция – это просто жизненный опыт и такой этот набор, да, инстинктивно-рефлекторных фактов, которые накопились за год, за жизнь. Возможно, но опять же таки, так как женщина, она все-таки вот создана для того, чтобы созидать скорее, да, то, может быть, наши какие-то как раз инстинкты и вот этот, да, наши скорее инстинкты, чем опыт, они говорят иногда более правильные вещи. Может быть, они, вот, если говорить с точки зрения бизнеса, они, может быть, менее прибыльные, но более надежные. А насколько вы умеете прислушиваться к своей интуиции, конкретно вы? Я каждый раз говорю, господи, ну я же знала, что так будет, зачем я это, вот, вот, нет, я буду, вот мы пойдем своим путем, вот зачем, я не знаю, я до конца не умею прислушиваться к своей интуиции. Вот у меня тоже такая проблема, поэтому я и спросила, потому что я тоже знаю, что вот, я же понимала, что... Причем мне вот внутренний голос говорит, нет, вот надо пойти и сделать вот так, ну нет, ты же идешь и делаешь по-другому, ну вот почему? То есть наше рациональное, оно берет вверх. Ну все равно, все равно, наверное, опять же таки, женщин же все-таки бизнес меняет. Вот здесь поподробнее. Ну, условно говоря, нельзя быть такой милой, заботливой девочкой, да, такой вот прям миленькой весь вот такой вот, да, если ты рулишь бизнесом, и за тобой стоит 100 человек. То есть в какой-то момент надо когти же выпускать. А вот когти или одна из моих героинь сказала, что у тебя становится мужской характер? Ну, опять же таки, что считать за мужские черты, да, то есть опять же таки, если девять человек прыгнет с крыши, я не побегу. Это считать мужским или нет? Не знаю. Ну нет, я все-таки вот предпочитаю вот этот вот... Да, да, и вот эту ассоциацию с когтями. А насколько удается этот баланс соблюдать, когда после рабочего дня руководство с более 100 человеками приходить домой, быть нежной мамой, быть... Сложно, сложно, но надо заставлять себя перестраиваться. Ну, во-первых, есть все-таки путь от дома, от работы, от офиса до дома, да, и ну надо каким-то образом себя перенастраивать. Я, например, для себя открыла, я смотрю, как у меня машина, в машине подключен телефон, у меня что-то смотрю на ютюбе такое совершенно... Легкое. Легкое, да, вот какие-то интересные вещи. Вот, например, нашего Дмитрия Юрьевича очень люблю, надо посмотреть. Там очень интересные иногда вещи бывают, причем не обязательно исторические, просто вот... Ну, какие-то вот фоновые, да, и оно как бы вот идет... Ну, хотя, конечно, частенько бывает так, что с порога начинаешь, как вы меня все раздражаете. А бывает такое, что, наоборот, на работу с таким же приходите настроением, как вы меня все раздражаете? Бывает, конечно. Ну, это же в человеческой природе. То есть это вопрос просто человека. Конечно, конечно. И, в принципе, мне кажется, еще очень все зависит от темперамента. То есть есть же люди взрывные, которые зато очень быстро успокаиваются. Есть, которые долго-долго зреют, и потом взрываются так, что никому не покажется мало. Одна из задач нашей передачи — давать какие-то абсолютно прикладные такие рекомендации тем девушкам и женщинам, которые стоят на пороге предпринимательства, ну, либо, в принципе, да, ценность которых самореализация. И вот мне бы хотелось от вас услышать три каких-то лайфхака. Как совместить? Вот мы поговорили, что это сложно, но все-таки какой-то опыт уже есть. Ну, наверное, это все равно еще очень сильно зависит от спутника женщины, каждый, да. То есть есть мужчины, которые не могут примириться с активной ролью и особенно с успехом. То есть ладно там вот я такой весь красивый, так сказать, мочистый мужчина, и я вот семью свою обеспечиваю и так далее. Если женщина там, ну, условно, идет в какую-то фирму, работает, ну, там, линейным бухгалтером, это одна история. Ну, ладно, это одна вот эта вот играет, да, условно. А вдруг, если эта женщина начинает свой бизнес, она становится вдруг успешнее, чем у ее мужчины, очень зачастую, это вот что бы она там, какие бы она там вот эти вот штучки не применяла. Ну, вот бывает, это, кстати, часто случается. То есть все-таки еще от мужчины тут тоже очень многое зависит. От мужчины многое зависит. А что делать? Что делать? Не отказываться ведь от своей мечты? Ну, нет, конечно. Ну, где-то надо, приходится наступать себе на горло даже в каких-то местах. Может быть, в каком-то месте надо, ну, что-то не рассказать. Не показать? Не показать, да. Ну, вот есть и есть. Ну, может быть, не надо там так вот явно этим козырять. То есть это какая-то такая женская хитрость? Хитрость, хитрость. На грани с мудростью, я думаю. Да-да-да-да-да-да-да-да. Кроме спутника, еще парочку лайфхаков. Как не потерять себя вот в этом всем? Во-первых, есть определенные вот, ну, условно говоря, у нашего общества, вот, во всяком случае, в нашей стране, оно очень патриархальное. Как бы там ни было, как бы мы там ничего не говорили, все равно я это вижу по тому, как детские книги продаются. То есть до сих пор вот в лидерах продаж, Агния Барто, Чуковские, и же с ними. И вот как бы вот, ну, вот оно так. Особенно чем дальше ты уезжаешь от крупных городов, тем это все вот, ну, заметнее. Да, и поэтому у женщин очень часто, ну, я думаю, что не только в нашей стране, это вообще в принципе навязывается, какие-то определенные роли. Да, ну вот, наверное, все-таки есть смысл не слушать. Вот то, что там мама, например, говорит, тебе 30 лет, ты до сих пор не замужем, у тебя нет ребенка. Боже мой, боже мой, ты умерешь, старая дева, синим чулком. Что еще хуже. И понимаешь, что, ну, так как вот самый родной человек тебе начинает капать на мозги, то очень тяжело. Но убеждение это вообще зло, да? С которыми люди... То есть, наверное, все-таки какой-то такой ловкак, да? То есть делай так, как тебе все-таки... По сердцу. По сердцу, да. То есть, ну, я понимаю, очень сложно не слушать родных, особенно маму, да, или там, в общем, тетю, или сестру, или, ну, в общем, какого-то очень родного человека. И все равно, так как это родные люди, они тебя в итоге все равно поймут. И, так сказать, потом, наверное, даже, может быть, признают, что ты, может быть, и был прав. Важнее не потерять именно себя. Да, 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 да. То есть все-таки руководствоваться, ну, да, сердцем своим, какими-то своими разумениями, а не тем, как что-то требует кто-то. Ань, так как мы сегодня все-таки про издательский бизнес, а вот насколько книги влияют на то, чтобы мы могли научиться менять свои убеждения, находить какие-то ответы, которые мы, к сожалению, не можем у родных найти? Ну, мне кажется, это очень большую роль играют книги. Как раз наши книги, в том числе, я имею в виду... Хотя художественные тоже очень часто бывают, что иногда какой-то... Причем казалось, что роман и роман, а на самом деле там столько смыслов... Там глубина смыслов. Там столько смыслов спрятано, да, что потом уже после того, как прочитал, да, начинаешь переосмысливать, и как-то... В любом случае, как говорят, что... Когда автор, особенно про художественные книги, когда автор пишет книгу, главный герой так или иначе ассоциируется с самим автором. Ну, конечно. А когда человек... Ну, либо главный злодей, который убивает главного героя. Такое тоже может быть. Но когда человек читает книгу, как правило, тоже он ассоциирует, ну, с каким-то героем из этой книги, ассоциирует себя, или применяет ситуацию на себя. Это, если говорить про художественную литературу. И очень иногда бывает прямо... Я даже знаю об этих случаях, вот какие-то инсайты вдруг приходят. Ну, собственно говоря, нон-фикшн-литература — это вот очищенная, так сказать, каких-то художественных смыслов, да, это отодвигается. То есть тут более такой вот... Такой молчаливый учебник. Это молчаливый учебник, совершенно верно. Сколько времени в день, по-хорошему, каждый человек должен уделять общению вот с этим молчаливым учебником, чтобы качественный рост личности наблюдать, ну, практически ежедневно? Ну, так очень сложно, потому что я понимаю, что у людей очень разные графики, очень разная жизнь, да, но хотелось бы... Ну, хотя бы пол... Ну, 30 минут же можно. 30 минут, конечно, можно. 30 минут можно же выделить за 24 часа в сутки, да? Ну, даже по 20 страниц в день читать, это уже... Если вот хочется вот прям вот так вот... Ну, да, 30 минут, так сказать, есть такая прям даже методика, вот в одной из наших книг, она там это называет «готовить помидоры». Это... Она даёт таким образом, ну, как не прокрастинировать, да? То есть это такое задание, как не прокрастинировать, да? То есть ты ставишь таймер на 30 минут. Вот за эти 30 минут не надо отвлекаться ни на что, только на то, что ты собрался делать. Ну, например, читать в данном случае, да, вот в контексте нашего разговора. И потом надо себя обязательно вознаградить за это. Отключаешь, во-первых, телефон, интернет. Да, младшего брата. Да. Или ребёнка. Ну, вот надо... И читаешь. Ну, она это говорила в контексте... Катерина Ленгольд. Нет, Барба Уокли. Да? Вот видите, то есть это всё-таки методика, которая более-менее распространена. Я думаю, что это, конечно, не она придумала, да. То есть... Ну, это вот она... У неё это называется «готовить помидор». Это очень интересно. Ань, все книги читаете, которые издаёте? Нет. Конечно, это невозможно. Мы делаем примерно 30 новых книг в месяц. Нет. Невозможно. Где-то, наверное, процентов 10 я читаю от корки до корки. Вот прям вот действительно. Какие-то... Вообще не читаю, даже не касаюсь. Да. Ну, например, компьютерная литература, что это... Лофта таких не знает. Знаю, что Python хорошо продаётся. Знаю, что это произойдёт программирование. Моё познание заканчивается. Но всё-таки стараюсь, конечно, хотя бы аннотацию, там кусочек какой-нибудь прочитать с каждой. К сожалению, наше время подходит к концу. У меня ещё масса вопросов, поэтому я уверена, что это первое, но точно не последнее наше интервью. Я очень благодарю за то, что вы пришли. Я уверена, что у нас будет много совместных мероприятий, потому что работать с читателями... Да, будем работать с читателями. ...необходимо. Сегодня мы рулили на Медиаметрик с Анной Титовой. Спасибо огромное, что оставались с нами. Следите за дальнейшими нашими эфирами. Спасибо. Продолжение следует...